Плавный пуск для двигателя мощностью скажем 7,5 киловатт стоит 20, а то и 30 тысяч российских рублей. Сегодня покажу как сделать наипростейший плавный пуск трехфазного и однофазного двигателя, который будет стоить в 5, а то и в 10 раз дешевле заводских. Сделаем три варианта под любую мощность. Но вначале отвечу на вопросы где и зачем нужен плавный пуск. Трехфазные электродвигатели без плавного пуска под нагрузкой зачастую рвут ремни. Однофазные, к примеру на УШМ с тяжелой снасткой, раньше других выводят из строя редуктора. Плавный пуск необходим там где слабые электросети. Допустим человек построил дом, подключил его к трехфазной сети, купил сравнительно мощный трехфазный компрессор, подключил его дома, а он не запускается. Либо запускается, но напряжение при старте проседает так, что гаснет свет. А заодно вырубается бытовая техника не только у вас, но и у соседей, которые в скором времени к вам придут. В большинстве случаев этих неприятностей можно избежать, сделав плавный пуск. У меня схожая ситуация, соседи не приходили, но пришла довольно мощная компрессорная голова AEROMAX B2105T от компании Foxweld. По характеристикам качает более 1000 литров в минуту с давлением 12,5 атмосфер. Компрессор уже начал собирать, а что из этого получится и на что он будет способен узнаем в следующем видео. Но в процессе сборки возник нюанс. Для компрессора нужен трехфазный двигатель мощностью не менее 7,5 кВт. Двигатель нашел почти задаром, заменил подшипники, перебрал, почистил, но после первых пусков понял, что мощность электросети к зиме в гараже просела. Раньше свет при запуске аналогичного двигателя не притухал. Поэтому пришла идея сделать плавный пуск. Для трехфазного двигателя нужно купить три резистора. На двигатель в 7,5 кВт по идее хватит таких трех. Но мне дешевле сделать своими руками, чем купить. Проволока подходящая в запасе есть. К тому же нашел нечто похожее на резисторы с нихромом толщиной 3 миллиметра. Это почти готовое решение. Ширина толщина одного изолятора 94 на 18 миллиметров. Намотана по 50 витков. Получается чуть менее 12 метров нихрома на одном изоляторе. Умножаем на 3 и в сумме выходит 36 метров провода. Нихромовая нить тоже не дешевая, но на барахолках ее довольно часто продают в 3-5 раз дешевле, чем магазины. В качестве изолятора можно использовать все что хочешь. Азбестовые трубы, огнеупорный кирпич, фарфоровые керамические изделия и даже пластины из слюды. Я бы скорее всего использовал в качестве изоляторов нагревательные элементы от неисправных фенов. И наконец вместо нихромовой нити можно задействовать то что у вас есть. Электрические тены для бани сауна, электроплитки и утюги. Суммарная мощность должна быть немного больше половины мощности двигателя. На барахолках это тоже будет стоить дешевле. Дальше решаем будем делать плавный пуск с ручным управлением или автоматическим. Для ручного кроме трех резисторов еще понадобится два трехфазных автомата на 16 ампер. Стоят они не дорого. Во втором автоматическом варианте будут те же резисторы, один автомат, один контактор и один еще советский денистор. Вначале соберем плавный пуск с ручным управлением, затем автоматический, а вы решите какой лучше. С этой стороны прикрутим провода, которые соединил с проводами идущими на резисторы. Смотрим. На этот автомат приходит три фазы от сети. Если его включить напряжение потечет по кабелю к контактам второго автомата. Поскольку автомат отключен, напряжение потечет вверх через нихромовые резисторы и начнет плавно разгонять электродвигатель. Когда двигатель разгонится, мы включим второй автомат. Резисторы зашунтируются. Говоря простым языком, ток будет течь через автомат, минуя резисторы. Да, нулевой провод, идущий от сети, я взял до автоматов и прикрутил на корпус электродвигателя. Это самый простой вариант плавного пуска. Смотрим как это работает. Оба автомата отключены. Включаем первый. Двигатель набрал обороты. Включаем второй. Резисторы зашунтированы. Двигатель запустился достаточно плавно. Свет притул к самую малость. Чтобы выключить, вначале отключаем первый автомат и важно не забыть отключить и второй. Если забудем отключить второй, двигатель запустится без плавного пуска, а свет заметно моргнет. Это пожалуй единственный недостаток ручного варианта. Теперь соберем самый простой автоматически плавный пуск. Первый автомат не трогаем. Вместо второго подключим пусковое устройство с катушкой на 220 вольт. Этот на 60 ампер, а это пусковое, он же контактор, на 40. Возьмем что поменьше. И один денистор KN102G. Этот денистор открывается при напряжении 120 вольт. Если хотите чтобы денистор открывался раньше, при напряжении 80 вольт используйте KN102D. А если хотите чтобы открылся позже, используйте KN102I. Я купил два денистора KN102G. И это была единственная моя покупка для этого проекта. Направление установки денистора указано в схеме. Схему собрал. Проверяем как подключил. При включении автомата напряжение, как и в первом варианте. Вначале пойдет через резисторы. Как только двигатель разгонится и напряжение поднимется до 120 вольт. Откроется денистор и включит катушку, которая замкнет контакты пускового. И напряжение уже потечет через контакты пускового минуя резисторы. Надеюсь я это объяснил более чем доходчиво. И будьте осторожны. 380 вольт реально опасны для жизни. Ну что запускаем. Контактор как мне кажется срабатывает менее чем через секунду. Напряжение при этом почти не проседает. Давайте посмотрим еще раз. Когда контактор срабатывает видно что он подпрыгивает. Во время испытаний я обратил внимание еще на один нюанс. После каждого пуска резисторы нагреваются на 8-10 градусов. При этом двигатель запускал сразу как только останавливался. Нагрел до 50 градусов. До комнатной температуры они остыли за 6-8 минут. В характеристиках к одному из заводских плавных пусков на 7,5 киловатт написано что в течение часа можно делать не более 10 пусков. Выходит что самоделка обошла заводской плавный пуск в несколько раз. По габаритам самоделка конечно же больше. Но при этом она дешевле, проще и надежнее. Если согласны со мной поддержите видео лайком и поделитесь роликом с друзьями. Я же еще хотел показать как сделать плавный пуск для однофазных двигателей. Блок плавного пуска для паркетки или УШМ стоит не более 500 рублей. Конечно нет смысла заморачиваться, но если кому-то нужно срочно и прямо сейчас сделать плавный пуск, то делается это так. Берем розетку с включателем. По схеме в цепь одного любого провода подключаем включатель и резистор вроде этого. Этот на 50 вольт с сопротивлением от 20 Ом до 1,5 килоом. Вместо резистора можно подключить утюг или лампочку на 500 ватт. Схема простейшая. Подключение занимает пару минут. Теперь смотрите. Берем УШМ на котором стоит относительно тяжелая чашка. Удлинитель уже подключен к сети. Выключатель выключен. Как только нажму кнопку на УШМ загорится лампочка и болгарка начнет разгоняться. Смотрим, что будет когда выключатель замкнут. Без плавного пуска УШМ при старте заметно дергается, как бы желая вырваться из рук. Размыкаем включатель. Идет плавный разгон. Шунтируем лампочку. И УШМ набирает максимальные обороты. Это простейший и вполне рабочий плавный пуск. Не знаю как вы, а я уже с нетерпением жду следующее видео. Уж больно интересно как будет стартовать электродвигатель на 7,5 кВт с самодельным плавным пуском под нагрузкой с мощным компрессором. На этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.